Но, к сожалению, на последних секундах уступили. Будет ли здесь такой лихо закрученный сюжет, мы пока не знаем. Пока можно только предполагать, если говорить о начале матча, что матч будет отличаться. Мы прогнозировали в предыдущем полуфинале малорезультативную игру. И она действительно закончилась со счетом, не характеризующим современный гандбол. 23-22 проиграла, победила сборная Франции. Ну а здесь, я думаю, количество мячей забитых будет чуть больше. Может быть, даже в два раза больше. Наверное. Да, конечно, мы ожидаем другого характера гандбол. Ну, собственно, так и должно быть. Настолько разные стилистические и по достижениям своей команды. Ну а испанки, как всегда, воодушевленные трибунами, на эмоции, на вот этом огне бурлящих страстей домашнего чемпионата. И все начинается как нельзя лучше. Со спасения легенды национального гандбола. По-другому уже просто и говорить не приходится. Сильвия Наваро Хименес. Сорок два года и сейв первой атаки соперниц. Но мы напомним, что в матче против команды Германии невероятно ярко проявила себя как раз-таки Мерсетес Кастельянос, которая сейчас не начала в стартовом составе. Да, мы видим Сильвия Наваро и для нее этот матч был, конечно, ярчайшим. Наверное, в принципе, в ее биографии стеной стала против сборной Германии. Ну а здесь симметрично, как часто бывает в матчах такого накала, отбивает и Катрин Лунде. Лунде первый мяч от испанок. Катрин Лунде еще одна легенда, но и вот так. Разорвали просто в эпизоде обороны испанской команды норвежки. И еще в сегодняшнем матче открывает Кари Братцы Дали. Если я не ошибаюсь, она же была автором первого гола и в матче Норвегия-Россия, который мы по-прежнему хорошо помним. Да, помним, мы действительно норвежки сыграли, можно сказать, в удобный для них гангбол. Через линию было большое количество мячей забито. Но если возвращаться к первому полуфинальному матчу, как раз-таки датчанки не дали французникам сыграть в удобный для них гангбол. Может быть, испанки пока только первую атаку запускают удобную для норвежек. И отвечают испанки после входа Кармен Мартин. Она получает мяч в линии, но это, конечно, настоящая Кармен, команда Испании. И, мне кажется, за эмоции здесь отвечает именно этот правый крайний игрок. Да, действительно. Испания, Кармен и как олицетворение какого-то вот этого зажигательного духа. Все это сходится воедино. Это я к тому, что, конечно же, красиво будет, было бы, ну и все еще будет. Потому что игра в процессе испанкам добраться до финала. Но как же сложно это будет сделать. Преодолеть сопротивление сегодняшней норвежской команды. И какое сегодня сложное назначение, на самом деле, для немецкой бригады, как мне кажется, да? Надежда Константиновна уже представила. Майки Эль Мерц и Таня Кютель. Итак, давайте его составить. Карри Братцетт, она уже свой гол забила. Она в линии, соответственно, Санна Сульберг вот сейчас делает сбегание. Левый край норвежской команды на правом краю. Номер одиннадцатый это Малин Ауна. Неожиданно Малин Ауна начинает сегодня в стартовом составе. Но сейчас не об этом, потому что норвежский мяч потеряли. И смотрите, какая стена норвежская стоит, встает перед атакующей испанкой. Ух, ух. Полетели мячи, заиграли страсти. Итак, о составе норвежской команды полностью. Нур Мерк, девятый номер. Правый полусредний. Человек, который просто пригвоздил все возможные надежды и опознавения российской команды два дня назад. Стин и Брэдл Офтедал, десятый номер. И, конечно же, Вероника Кристиансен. Это троица почти ровесницы все одна другой. Ну, как мы знаем, в общем, они уже наиграны и знают друг друга чуть не с закрытыми глазами. Все делала в итоге при подыгрыше партнерш в одиночку Стин и Офтедал. Стоит ли говорить сейчас об испанском составе? Мне кажется, это можно чуть попозже. Можно, но пока по первым минутам, которые мы уже увидели. Норвежки, собственно, не сложно своими же атаками забивают мячи. И испанки против них играют пока не в тот гандбол, который составит сложности норвежкам забивать, но и те в привычной ситуации через линейного забили. Угу там пока торопиться не стали, но ничего неожиданного, неординарного не предложили пока испанки в защите, но и в нападении этот бросок выше ворот. Стине. Стине отдает на край и фол как раз-таки у пасующей. То есть у Стине Офтедал фиксирует, а правильно ли это было сделано, а успела с мячом расстаться. Ну, сейчас мы видим повтор предыдущего момента. Мне показалось, что в момент как раз-таки передачи все-таки Кармен Мартин была на ее пути. Я думаю, этот повтор еще увидим. Если эпизод спорный, то, скорее всего, не... Ну, спорный. Не увидим. Александрина Кобрал-Барбоса. Вместе с ней шестой номер. Кармен Кампас-Коста. И... Но тут Александрина Шанти. Барбоса делает все самостоятельно. Вот, конечно, такие разные вообще краски на трибунах. Очень классно. Норвежки привычный гонбол для себя демонстрируют. Быстро переходят из защиты нападения. Собственно, и вернуться тоже быстро успевают. Ну, и там Катрин Лунде. Да, это и второй сейф ее в игре. Из выгоднейших позиций. Испанки не забивают. Ну, а норвежки останавливаются и не собираются. Такое ощущение, что, в принципе, хотят сегодня играть, невзирая на защиту сборной Испании. Но там пока не согласна. Весь этот напор, весь этот напор норвежской команды вообще не смущает Сильвию Наварро Хименес. Это сегодня и в том числе и битва вратарей. Опытнейших и, конечно, знающих все прекрасно о соперницах Катрин Лунде и Сильвии Наварро. Так вот, про заднюю линию все-таки окончательно. Играет, опять играет Победа. Та самая, испанская. Паула Аркос-Победа. Одна из испанок уже получила повреждение. Это, по-моему, Альмудена Родригес. Как раз на ее месте, на правом полусреднем, вышла... Нет, я желаем ее за действительное выдаю. Ирен Эспинолы Перес под 51-м номером. Но в итоге испанки все-таки не довели до результативных действий свою атаку. И шагом норвежки подходят, чтобы опять раскрутить вот этот вихрь своих скандалов. И навских комбинаций страстей. Нуромер, Малинауне и пенальти. Но максимально, конечно, хотят норвежки лишить Испанию быстрых переходов. Стараются каждую свою атаку довести до логического завершения. Причем сделать это быстро. Испанки пока не могут зацепиться, к простке, за привычную игру. Ну и мы видим выход Мерседес-Кастельянос против Нуромер на 7 метров. Мерседес-Кастельянос. Нет. Против Нуромер сложно устоять. И забивает девятый номер норвежской команды. 13 из 17 бросков. С 7-метровой отметки она реализовала на турнире. 13 из 17. И, по-моему, только раз не реализовала пенальти в матче с командой России. Но в том эпизоде подобрала мяч и добила в ворот. И все же сборная России и наши вратарей не единственные пенальтисты на чемпионате подборчивой статистикой. Ну, хорошо. Барбосов. Эспинола. Кампос. Ну, тут довольно просто все было для Вероники Кристиансен. Центр обороны норвежской команды. Это карри, братцы, далее. И выходящие только оборонятся номер 30-й. Маррент Ордау. Норвежки, да, жестко играют. С одной стороны... Да, да, да. А тут еще и запасные прожигают просто нас своими глазами. Это знаете, между прочим, кто? Я вам скажу. Но чуть позже. Несмотря на то, что испанки пытаются быстро прогнать мяч, и вроде хорошо он так ходит по зоне, но при этом норвежкам успевают точечно выйти. Собственно, такую же игру они демонстрировали против сборной России. Сложно было там без сопротивления. Практически не было забито мячей нашей командой. Но и здесь... Бывшее ростовское противостояние. Бросок к Шанти Барбосы и сейф Катрин Лунде. Перехват. Кармен Мартин поиграет с Шанти. И она все-таки с касанием Катрин Лунде, если я правильно увидел, все-таки вколачивает мяч в ворота. Александрина Кабрал Барбоса по-прежнему в деле. После рождения ребенка, после тяжелых травм, эта тигрица, эта воительница Лас Герерас ведет за собой. Как может. Испания чуть активнее от зоны начинает отрываться от шести метров. Видят они, что удобно норвежкам играть, если расположение защиты 6-0. Но и здесь стяжку, да, пытался делать входящий игрок. Это была Сульберг. И там повреждение, по-моему, он получает. Да, Стин и Офты дал. Ну, так, от ножа играет Барбоса. И в итоге сам Сульберг в этот замес попадает. Но никто не наказан. Просто 9 метров разыгрывают норвежки. Нурмёрк вдоль зоны. Подказ какой. Посмотрите, искры просто летают. Кари Братцев. 9 метров. Кристианссон. Стине Офты дал. Вход. Правый крайний Малин Ауне. И Нурмёрк. Где мяч? Конечно же, он в воротах. Несмотря на то, что и здесь по рукам вратаря мяч скользнул. Да, конечно, такие мастерицы и в той, и в другой рамке. И я обеим за 40 лет. Мы потрясающие, конечно, люди. Да, пока быстрый грандбол, но и сравнивать эти полуфиналы. Мы, наверное, на сравнение никуда не уйдём. В первом полуфинале было меньше забитых мячей до 50 минут. Здесь очень быстро, конечно, развиваются события. Но и с банком чуть меньше удалось реализовать мячей. Хотя позиции были. Барбоса до края. И Кармен, смотрите, с какого угла идёт. Это просто провокация с её стороны. Невозможно Катрин Лунде с такого угла забить. Но Кармен попробовала. Мне показалось, что ждала она ещё на передаче. Там игрока. Ну или так. В линии, да. Потому что очень острый угол. Конечно, рисковала. Она, не сказать, что атака заканчивалась. Скорее всего, ждала продолжения. Но его не было. И снова эта троица расставилась. Смотрите, Вероника Кристианцев. Пауза есть. Она ножку подняла. Зачеркнула немножко липучки. И пошла дальше. Мёрт. Стины. Стины Офтедал. Тянет на себе чуть не двух сразу соперниц. Ну и в центре обороняется Эспинола. И Рен Эспинола-Перес. Катрин Брасет. Она и до этого очень хорошо, конечно, позицию там создавала для Офтедал. Набрала там в центре практически всех защитниц. Ай, какой пас. Между ног Эспиноле проходит идеальное взаимодействие. Разыгрывающая линия и мяч в воротах. Ну и, наверное, не лишним будет напомнить, что эти супермастера, собственно, играют в одном клубе и чувствуют друг друга просто спинным мозгом. Испанская атака. 3-5 проигрывают испанки. Крайне сложно. Но им, конечно, знаете, какая подвижная оборона у норвежской сборной. Две башни. Марен Ордал и Кари Брасет. Ну и на позиции вторых Вероника Кристианссон. Руку у ближней штанги оставляет Катрин Лунде. И почему-то в нее попадает Гассама. Каба Гассама. Ну, здесь, конечно, сложно. Действительно, Катрин Лунде на кураже, на таком начало этот первый тайм. Но при этом испанки, обращу внимание, стали чуть шире играть. Там Барбоса практически каут и ушла. И чуть сложнее стало норвежкам. Посмотрим, продолжат ли они играть так же. Но, во всяком случае, позицию себе голевую добыли. И до этого, похоже, в ситуации пока не было какой-то там борьба. Гассама устроила ее с Братсет. Да. А оказалось, что они бы сама оборвались. Немножко похоже. Но они просто были рядышком. Ух, потому что так отмахнулись. Да, Барбоса все-таки получила. Лицо ушло с площадки. Да, немножко надо полечиться сейчас. Вместо нее выходит игрок совершенно другого плана. Та самая Побега. Побега. 62-й номер. Паула Аркас Побега. Нура Мерк. Там как минимум рассечение. У Александрина Кабрал-Барбоса пытаются остановить кровь для начала. А это обыгрыш стены Офтедал. Что, чем недовольны стены, что не дают 2 минуты и 7 метров? Кабага сама. Ух, ничего себе она, правда, там решила смахнуть. По-моему, это действительно две. Но немки решили по-своему. Мерседес Кастельянос. Снова ее выход на арену. Напомним, что она была. Она была хозяйкой положения в четвертьфинале. Когда испанки обыгрывали сборную Германии. Ну и здесь, конечно, ошибочно на таких игроков скоростных выходить в момент, когда они уже получили мяч. И нашей команде, кстати, удавалось предвосхитить события. И несколько хороших эпизодов в защите все-таки было. И в них наша сборная до того, как норвежки получали мяч, выходила. Здесь кажется таким несокрушимым монолитом сборная Норвегия. Ну а против наших игроков были моменты, когда они теряли мячи. И, конечно, другую защиту предлагала Дмила Бодниева. Эпизодически это получалось неплохо. Пока норвежки себя здесь чувствуют абсолютно комфортно. Все из того, что мы привыкли видеть в исполнении этой команды, у них получается. Испанки через центр. Аркас Победа. Победа. И удается Марен Ордал ее остановить еще до подхода к шестиметровой линии. Победа. И все. Пришла в тупик испанская атака. Ну что, про глаза рассказываю? Рассказываю, Артем. Моа Хогдалл. Моа Хогдалл. Это дочка Мии Хермансон Хогдалл. Легенды шведского гонбола. А почему она за сборную Норвегии играет? Мама когда-то влюбилась в норвежца. Так получилось. Легенда шведского гонбола была долгое время ассистентом главного тренера Торира Хергейрсона в национальной сборной Норвегии. Ну а вот теперь дочка выросла. Пожалуйста. Добрый вечер. Классно. Да, в скандинаме вообще очень много историй, конечно, семейных именно, которые связаны с гонболом. Дания и Норвегия. Это те страны, где действительно это семейный вид спорта. Играют дяди, тети и все вместе. Ну и, собственно, объединяет это, конечно, спидиалов. А тут племянница подросла, смотрите. Хеннио Элла Рейстадт. Ну, насчет племянницы я шучу, конечно. Ну, просто родственницы. Новое лицо. По-прежнему новое лицо. Выход на замену Хеннио Рейстадт. А что случилось? Перемазала мяч мастикой? Нет, Норвегияр, конечно, здесь пыталась переиграть. Артаря Испании. Сильвина Барра. Какая там просто... Пуля желто-красная полетела. Ну так от цвета-то. Те самые испанские. Поэтому и мимо летит. Иногда. Выход на мяч 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 мяч. Если ты сидишь, мы должны быть спинками. Калипы, адрес. Кантура. Кантура! Три, два, один! Продолжение. Традиция. Сейчас вы наверное смотрели в выразительные глаза и мимику Нур-Мёрт. А звук там припеку аккуратненько все послушала и свои пять копеек вставила. В итоге Туни Ларс. Кстати, вы помните такое? Конечно. Мы помним, это очень был интеллектуальный игрок. Конечно, мозг сборной Норвегии в то время, когда она играла. Что интересно, оборонительный специалист очень сильный. Вот примерно на уровне Надежды Муравьёвой. На полную заслуженного мастера спорта, трехкратного чемпиона мира. Да, ну вообще, конечно, преемственность поколений тренерских. Выстроена сборной Норвегии. Совсем скоро Торир Хергерсон, мне кажется, он об этом уже объявлял в прессе. Да что? Собирается полномочия складывая и передать их как раз-таки Туни Ларсен. Это про преемственность и традиции. Ну красиво, правда? Туни Ларсен, Моа Хогда, Торир Хергерсон. Ну я могу напомнить, что его дочка игрок сборной Исландии по футболу. Вот она вся вот эта скандинавская мишанина, каша и огонь. Все одновременно. Ну а тем временем сборная Испании за неполные 18 минут забивает всего три мяча. А это Хеню, Элла, 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 Рейстад, 7-3. Что-то по-моему испанки подрастроились. Ну, мы, собственно, и первый полуфинальный матч, когда смотрели, говорили, что не такого сюжета мы ждали. Ну, здесь абсолютно та же история. Конечно, картинка другая, но история та же. Не такого начала матча для хозяев чемпионата мы ожидали. Три мяча забитых за 19 минут, конечно, очень мало. Здесь в большей степени, конечно, заслуга Катрины Люнде. Ну и при этом у испанок мало что получается в нападении. И перестраиваются они особо не перестраиваются. Снова в центре. Собирает их атака. Ну, а вот здесь это хороший проход. Напомним, что испанкам лучше получалось, когда они играли шире. Все, что идет в центр, останавливается цепкими норвежками. Кстати, сейчас Испанию с мертвой точки сдвинула резервистка Сильвия Ордериос-Мартин. Очень мало у нее игрового времени на турнире. Чуть больше часа она играла в предыдущих матчах. И вот опять пошла вся эта история норвежская. Мощнейший бросок, но не попадает в ближний угол. Стин и Брэдл Офтедау. Барбоса, Ордериос. Хорошая передача Госсама. Как здорово здесь разобралась. Во-первых, отоблинула соперницу. Во-вторых, Фенальти заработает. Нам началось все опять, чуть-чуть нам не докрутили этот момент. Началось все как раз таки с того, что Барбоса очень широко начала свою атаку. Не стала идти в центр. Ну и вот, наконец, это предыдущий момент. Ну и вот, наконец, норвежкам с парком удалось разорвать оборону норвежек. И вот, наконец, начинают они видеть возможности для себя. Ух ты, ну это... Хенефер Гутиерес. Мне кажется, она, может, и никогда в жизни еще за сборную так фенальти не бросала, как сейчас удивила Катрин Лумба. Ну да, это, конечно, очень точечно. Здесь даже на замедленном повторе замах, конечно, был очень-очень классно и эмоционально. Хотелось бы, чтобы эмоции добавили испанки в свою игру, потому что привыкли мы именно в таком ключе наблюдать их игры. Ну и еще раз напомним, что потихоньку лучше стали они разбираться с нападением, ну а Сильвия Навара, собственно, как начала прекрасно первый тайм, так и держит эту планку вместе с Катриной Лунде. Да, и тут глаза, как сказал бы светлой памяти Юрий Альбеевич Розенов по 8 копеек. Восьмой номер Ордериус летит и прилетает. Ну а норвежки немедленно и беспощадно наказывают своим, да, вот этим, десертом от Кари Братси. Ну или как, и Джи Стилов на сон грядущий. Двадцать минут с лишним сыграно. Мы ждали много голов. Пока так не очень много. Да, с прогнозами в первом полуфинале было все поточнее. Испанки пока не могут найти свою игру, но вот здесь сама хорошо там освобождалась. Немножко запоздала передача, а потом уже отдавать ее, конечно, не было смысла. При всем ее желании, так сказать, бороться, выглядеть и соответствовать уровню соперниц. Но она не разворотливая, она медленная. Но это все видно, посмотрите. Работа рук Кари Братси. И уже с полу собрала мяч. Пенни Рейстад. Рейстад сейчас в центре. Нурмёрк по-прежнему там, где ее место. Константа сборной Норвегии на правом полусреднем. Ну и на левом выходит Армсон. Ну и еще одна искрящая энергией гонболистка легенда. Местная олимпийская чемпионка Камилла Хэра на левом краю. Ну, свистки туда-сюда летают, мячи еще больше летают над площадкой и даже за площадкой. А гонбол что-то все больше не становится. Ну, я имею в виду умный гонбол. Да, я соглашусь, здесь где-то уже напрашивается действительно пауза, чтобы гонболисты Испании поняли, в чем их сильные стороны. Это, конечно, со стороны виднее, когда ты смотришь игру или когда ты на тренерском мостике. Есть светлые моменты в игре сборной Испании, на них бы сконцентрироваться игрокам, чтобы навязать равную борьбу норвежкам. Это можно делать на этом чемпионате, казалось там, эпизодически, и наша команда. Ну, а пока, кстати, норвежки не так много забивают. Наверное, спишем это как заслугу Сильвии Наварра. Было много у них хороших моментов, но то и процент отбитых мячей. Высокий, и пока норвежки хоть 23 минуты забивают всего 8. Голов, вот попытка забить еще один, а она заканчивается 7 метрами для Испании, для норвежек. Туни Ларсен, Стине Офтедау, Санну Сульгак. Какие люди там на скамейке? Сплошь мастера высочайшего уровня. И пенальти. Теперь младший научный сотрудник бросает. Тенни Рейста. Ну, видно, да, что норвежки, понимая невысокий рост Сильвии Наварра, пытаются вверх реализовать свои попытки. Делала это и Нора Мёрк, и Рейстат вот в этом моменте. Но Сильвия Наварра тоже везет ей в этом компоненте. Везет тому, кто везет. Сильвия Наварра заговорила свои штанги и, соответственно, договорилась с ними. Промазала Нора Мёрк и попала в перекладину Рейста. Счет все прежний, все тот же Неброский, 8-5. Ну, снова пытается свою атаку свести в центр Испанки. Наконец-то везет им в этом обыгрыше. Везет здесь, конечно, заслуга Александрины Барбоса. Она очень здорово уходила от защитницы. Ну да, здесь не успели дойти до позиционной атаки, а уже вырисовывается действительно позиция. Хорошо линейным занял ее. Ну и норвежкам, конечно, очень комфортно. Такая передача, просто искра. Вот Нур и Мёрк, Камаром Ордал, который обычно не ходит в атаки в эти, просто поддержала по переходу, дождалась. Ордериус, Барбоса. Ну и испанская победа, она куда-то все прячется, посмотрите, по самой боковой линии играет. А сейчас ее немножко отоварило. То ли Мёрк, то ли игравшая рядом Рейстов. Несколько раз мы уже видели, что именно в этой точке защиты испанки, то в игрока, то невнятно атаковали. И снова туда же направлена атака Хосе Прадеса. Но мне кажется, что здесь спровоцировала Камилла Хэрон. Желтую карточку получает Хосе Игнасио Прадес Понс. Я думаю, что все все понимают. А арбитры немного дробнее. Победа, она в порядке, она играет по-прежнему. И как здорово доборолась здесь Элизабет Цезарио Ромеро. Музыка, правда, любое имя, фамилия, это просто концерт для болельщиков. И вот, линейная, смотрите, затолкала просто Армсом и мяч туда еще дослала. Пять минут до перерыва. Норвежки, ну, всего два мяча ведут, но по смыслу выигрывают пока уверенно. Вот начала немножко нервничать Рейстов после своего незабитого пенальти. Барбоса оставляет мяч Ардериус. Ничего не было, товарищ судья, 9 метров. Ну, это так, карибрат, на всякий случай, всем все объясню. Ну, красота чемпионатов мира, конечно, еще и в пестроте болельщиков, которые на трибунах, там сейчас показывали испанцев, ну, и других болельщиков. Все это, конечно, добавляет красок этому масштабному турниру. Две минуты. Камилла Хэром. Тогда, вы помните, да? Судьи ее простили. А здесь? Ну, было бы, было бы. Ну, а по совокупности там можно было и не две, а три минуты, да? Три минуты. Ну, да, там действительно в конце был необязательный совсем толчок на прямые руки. Камилла Хэром, я уверена, это все понимает. Но, я думаю, те, кто много смотрит за гонболом, конечно, насобирали... Катрин! Катрин Лунде! Катрин Лунде! Посмотрите! Катрин Лунде! Катрин Лунде! Катрин Лунде! Херифер Гутьерес. Посмотрите, какая техника исполнения. Играет за Дортмундскую Боруссию. В Лиге чемпионов выступает человек. Но если говорить о масштабах сборной Испании, то свои 26 лет, наверное, она в рассвете карьеры находится. Ну и Сильвя Навара, конечно, немножко надо успокоиться. Остудить, лед приложить, с тех фьордов принести, это все прекрасно понимает Торир Хергейрсон. «Испения» И нам напомнили Му Хогдал, а то мы стали забывать уже о ее бездонных глазах. Так вот, наверное, наверное, вот так сейчас в паузе, налив чайку или может быть еще чего-нибудь там тепленького, болельщики гонбольные думают, а что, собственно, мешает сборной Испании взять реванш у Норвегии за поражение сборной России. Ну мы-то из России, да, можем вот так себе позволить позиционировать симпатии в этой игре. Да, мы так и делаем. Вот, Надежда, кстати, немецкая сознается, что именно так думают, возможно, и игроки сборной России, которые уже домой вернулись. Ну а тем временем всего лишь минимальное преимущество сборной Норвегии остается. Три минуты. Во всяком случае, Артем, возвращаясь к нашей любимой команде, она может сейчас увидеть те элементы, которые ей хорошо удавались. Есть активная защита, и даже Нора Мерк на таком мощном показе не успевает уйти. И, да, здесь завершение. Но в остальном, собственно, эти атаки быстро и останавливаются активными выходами из панок. И, наверное, наши девчонки могут увидеть элементы, которые и они исполняли против этой команды. Шикарный мяч. Вот просто в подробностях надо на повторах смотреть, что она сделала. Во-первых, повисела максимально, а потом кистью, я даже не знаю, завинтила мяч в дальнюю штангу, от которой мяч зашел в ворота. Просто филиграмное исполнение. Это Санна Сульбер. Ну, несмотря на то, что, да, испанки все-таки нашли немножко ключиков к обороне норвежек, прошли, конечно, этой передачи. Норвежки просто даже не успели еще руки поднять, и пытаются они организовать быстрый отрыв. Но я хотела сказать, что, несмотря на то, что немножко включились в игру испанки, ее перестроили, забили всего пока 9 мячей за тайм. Ну, наверное, это тоже ненамного больше. Да. Ну, честно говоря, кажется, что нормальным, честным итогом первого тайма станет ничья, ну или минимальное преимущество одной из команд. А вот во втором тайме вопрос в Норвегии сильнее докажет это. Ну, считайте, что это прогноз. Александрина Кабрал-Барбоса при минус 2 начинает атаку своей команды. Она на левом полусреднем располагается, но именно она, тот самый двигатель задней линии сборной Испании. Ардериус, Аркус-Победа, Кабрал-Барбоса, где мяч. Кенефер-Гутьерес шикарно увидела подругу на краю. Прекрасно разыграно. Мерседес-Кастельянос. Смотрите, вот здесь в прыжке, оп, а там почему-то никого нет. Уже Санна Сульберг гала и убежала забивать. Да, но причем всем их взглядом и движением руки показывал передачу на правую полусреднюю. И с этого ракурса это особенно хорошо было видно. Ну и классно выложила передачу на правый край. Но испанки от своей защиты активной не отходят. Увидели они плоды, которые приносит активная игра против сборной Норвегии. Но здесь опускаться, конечно, против Мерк тоже не стоит. Активность защите приносит успехи. Какая боевая победа испанская, она же Аркас Победа Паула. Ух ты, отлично. Вот эту шанти прогнали, да, от зоны. И потом там уже и с линейным легче действовать Испании. И вот она сравнивает счет. Так, собственно, поймав такой кураж, Испания может показать как раз-таки не тот. Второй тайм, о котором говорил Артем Шмельков. А пока у нас перерыв. И справедливые 11-11, о которых мы говорили. Барбоса хороша здесь, конечно. И вперед еще успела посмотреть. Оценила полностью ситуацию. Испанки классный отрыв. Забивает. Да, концовочка у хозяек чемпионата мира просто на загляденье. Вот все им в масть. И завершение. Уже, по-моему, смирилась и Катрин Лунде даже. Ну, забивай, ладно, говорю. Пусть будет ничья. Так по-честному. 11-11. Перерыв второго полуфинального матча чемпионата мира. Уже наступил. Ну, а мы переводим дух и вернемся очень скоро. Все только начинается и полыхает, как всегда, на гонбольных площадках Гранольерса. Скоростью норвежек, но потом смогли перестроиться. И, как вы видите, счет на табло, который говорит о том, что он равен 11-11. С таким счетом закончился первый тайм второго полуфинального матча на чемпионате мира. И мы совсем скоро увидим тайм второй. Самое интересное, конечно, в этом будет посмотреть, насколько Испания сможет удержать тот темп, в котором она провела его вторую половину начала. В этот праздничный вечер, в пятничный вечер, предлагаю и вам, Надежда Константиновна, и нашим зрителям поиграть в угадайку. Ну, тотализатор, как хотите. Через 30 секунд, пожалуйста, Надежда Константиновна, скажите, какой будет финальный счет сегодняшнего матча. 30 секунд вот легко засечь. Первая атака второго тайма за командой Испании. Я просто пока, Надежда Константиновна, думает, расскажу о уходе своих мыслей. Пожалуйста, пожалуйста. Сборная Испании... Сосредоточиться, ага. Сборная Испании выдала, ну, если не свой максимум, то близко к тому за 30 минут первого тайма. А сборная Норвегии, грубо говоря, только успела немножко вспотеть. Мне кажется, что итоговый счет будет довольно-таки убедительным. Моя ставка 29-21, Надежда Константиновна. Ну, понятность условий. Ну, хорошо. 30 секунд прошло, кстати. Хорошо. Сразу скажу, я прогноз делать не буду. Я просто скажу, за счет чего сборная Испании может продолжить, несмотря на свои физические кондиции, играть против сборной Норвегии. Вы сейчас как хитрый эксперт поступаете. Это же просто конкурс. Угадай-ка, какой будет счет финального... к финалу этого полуфинала. Ну, Артем Александрович, ну, вы задайте это не хитрому эксперту. К сожалению, с вами сегодня сидит такой. Я просто хочу сказать, что сборная Испания очередной раз, как и сборная России, показывает, как можно играть со сборной Норвегии. И я думаю, там хватает игроков, донеся мысли до которых, собственно, можно эту борьбу продолжить. Две минуты удаления. Это десятый номер испанской команды. Центральный защитник и линейная на Элизабет Цезарио Ромеро. Да, вторая минута тайма. И к точке наказания подходит Нура Мёрк. Один раз она сегодня уже не забила. Но этого пока хватит. 12-11. Но Норвежки продолжают, да, свои 7-метровые попытки бросать все-таки вверх. Ни одна Нура Мёрк, а еще вместе с ней и Хейни Рейс так промахнулась в первом тайме выше ворот. И вот на данный момент третий 7-метровый бросок, который был выполнен вверх, цели достигает. Испанская команда гоняет мяч и пытается как-то запутать оборонительные 6-0 норвежской команды. Пока это не очень получается. Здесь в ногу мяч попал, поэтому продолжится испанская атака. Торир Хергейрсон держит оборону вместе со своими девушками. Александрина Барбоса встает в центр. Прорывается и забивает. Ответ достойный, ничего не скажешь. О! Персональные болельщики, девушки по имени Каба. Каба Гасама. Я думаю, что это все большая семья. Оттуда, из Камеруна. Ну, первый раз ты не ошибся, да, на трансляции. Сборная Испании, ну, а норвежки продолжают использовать очень эффективно карибрацет, использовать ее умение поставить заслон, ну, и обработать вот эти передачи. На заглядение, как Артем сейчас реагирует, да, это любимое, что исполняет сборная Норвегия. Ну, помимо могучей, рука Норвегия, Артем, какая там у тебя была весь матч? Непобедимая, могучая. Пока Норвегия, кстати, не так много забила в сегодняшней встрече. В основном пенальти. А вот эта связка в центре у Норвегии. Пока работает без перебоя. Испания в атаке. Вот отцы Международной Федерации во главе с доктором Хасаном Мустафа. Мустафой. Ну, 20 лет у власти. Серьезный человек. Глыба, скала. И побежала, побежала, набирая темпы, прочувствуя его наведение стены Офтедау. Кристианссон. Мерк, как здесь оказалось? И Силия Наварро. Как она? Ух, сама аж просияла. Получила удовольствие. Вот все было разыграно, как по нотам. И она с ростом всего 169 сантиметров. Смотрите. Оп. И все. И мимо ворот. Красотка. Отцы, мне даже нечего добавить. Я просто все время восхищаюсь этим игроком. Еще заканчивала сама карьеру. Ходили фотографироваться вместе. Потому что нельзя такой персонаж, конечно, упускать. Так это было лет... Вот именно. Лет 8 назад, когда уже закончили. И автограф убрали. Человек все еще в воротах. Но это, конечно, феноминальный. Игрок сборной Испании. Ну, а пока испанки выше ворот. Бросают. И норвежки пытаются делать эти быстрые переходы. Обратите внимание. Испания успевает возвращаться. Да, здесь была близка Сильвия Навара к тому, чтобы и второй мяч парировать. Но дважды такие игроки промахиваются редко. Да, Сану Сульберг такое ощущение, что специально партнерша вывели еще раз на бросок. Мол, докажи. И она доказала. Александрина Барбоса. Передача почему-то не получилась у нее. Что случилось? Кабага сама не ждала? Или просто не успела сообразить на скорости Шанти? Да, я больше соглашусь с тем, что по темпу не успели подстроиться друг к другу гонболистки. Ну, а Нора Мерк, посмотрите, спасовала перед Сильвия Навара. А вот интересно, там успела опорной ногой подсечку сделать Навару или она просто в опорную попала? Фулл в атаке для Вероники Кристиансен. Испанки. Ой, что ли. Первый мяч Паула Аркус Победа. И уже в отрыв они несутся. Но кто их остановит? Конечно, даже Навару не может. Да, все очень быстро. Даже не успеваем мы прокомментировать то, что было в Испании. Там какие-то считанные секунды остаются норвежкам. Но обратите внимание, Артем, как Гассама возвращается. И, конечно, тяжеловато. Может быть, в чем-то. Да, твой прогноз будет оправдан. Но мы это узнаем минут через 10, когда еще сборная Испании постарается подержать темп, пока Кармен Мартин входит в линию. Там видел, да, недальние выйти. Хотя она собиралась это движение сделать с другого фланга. Два в линию перестраиваются испанки. Но здесь, конечно, эту передачу уже надо было ловить. Может быть, есть у Прадоса еще линейный, который как раз-таки по темпу будет успевать. От быстрых действий Александрины Каврал-Баргосы. Можно поставить Элизабет-Цезарио. Но эффект будет примерно тот же. Ну, в смысле, соответствует скорость. Ну, в плане вариативности, тогда Людмил Баднева в этом плане, видишь. Остраумная сыграла. Да, там играли у нас игроки задней линии. Может быть, на такой же шаг и Прадос решится. Но пока норвежки, так же, как начали тайм первый, и стараются все-таки скорости высокие поддерживать. Удаление в испанской команде. Ну и, соответственно, большинство сейчас начнет гонять. Вот эта четверка коренных. Нуромерк, Стены Офтедал, Вероника Кристиансен и Карри Брацер. Так, тут нарываются, мне кажется, испанкины второе подряд удаление. Ошибается в итоге Нуромерк. Нура меняется. Марен Ордал вместо нее обороняется. Напомним, что Нуромерк огромное количество операций перенесла на обоих коленных суставах. Ну и Хосе Игнасио Прады Спонс прекрасно понимает, что нужно возвращать команду в игру уже сейчас. Восьмая минута второго тайма минус три для команды Испании. Восьмая минута вторая. Вот такая атмосфера, посмотрите, вернулся большой ганбол. Посмотрите, сколько зрителей на главной арене чемпионата мира. Ну класс же! Ой, а что там? Ну это как раз-таки рассещение, о котором ты говорил в первом тайме. Мне казалось, что зуба не хватает. Ну да, выглядело как-то не очень. Нет, мне кажется, все должно быть хорошо. Незусловно. Всегда. Игра возобновилась. 15-12 преимущества норвежской команды. Ну а испанкам, опять же, нужно пробовать соответствовать вот этой агрессивности высочайшего уровня сборной Норвегии. Паула Аркас Победа. Она буквально умоляла мяч зайти в ворота. И кажется, ей это сделать удалось. Да, линейного из центра испанки потихонечку сместили. И освободили таким образом центр для обыгрышей Победа. Это не первый матч, в котором она индивидуально показывает свои умения проходить. И здесь мяч забивает. И испанки еще перехват устраивают против норвежек. Не первый раз Кабрал Барбоса выигрывает в скорости у этой команды и забивает в быстром отрыве. И здесь еще Сильвия Наварро помогает. Ух, сколько энергетики в них всех. Оф, ты дал. Феноменально. Ну, а здесь Александрина Кабрал Барбоса была неумолима. Алисия Фернандес-Фрага. Удивительно, но она или не играла в первом тайме вообще, или играла совсем чуть-чуть. Паула Аркас Победа. Вот такие две длинные... Длинноволосые девушки здесь играют на правом фланге. Аркас Победа и... И Майтаны Эчеберия. Нет, это не Майтаны. Это все по-прежнему Кармен Мартин. Кенни Рейстадт. Мяч ворота. 1-5 у нее было. Один из пяти в первом тайме. Но вот свой второй мяч забивает Рейстадт. Для норвежек, конечно, это хороший знак. Спасала, вы видите, в прыжке Кармен Мартин эту атаку своей команды. Но задуманное не прошло. 16-14, 10 минут почти во втором тайме сыграны. Эмили Арнцена в этой... На этом чемпионате мы все больше наблюдаем на скамейке запасных. Очень мало она участия принимает в атаках Норвегии. Но испанки ошибаются. Здесь, конечно, по дисциплинированию добавить будет той защите, которую они нащупали еще. Дисциплины в атаке пока торопятся. И как раз таки вот здесь на импровизации больше играют испанки, чем на каких-то своих заготовках. И теряют очередной раз мяч. Но активную защиту оставляют они против норвежек. Норомерк сразу ее пас ускоряет движение. И Хенни Рейстадт, не замечая соперницы, влетает в 6 метров. И 3 из 7 теперь у нее. Два подряд забила. Остановлена очередная лихая испанская музыка атаки. Ну вот, Надежда Константиновна просила. Элизабет Цезарио Ромеро играет в линии. Что-то изменилось? Сейчас посмотрим. Пока, когда входишь в линию, надо еще нащупать игру. Пока ее из центра убрали, я думаю, она будет все-таки действовать иначе, чем фактурная Госсома. У нее задача, да, здесь вот высоко выйти, больше запутать защитницы и освободить место для Барбосы. Она по центру уже несколько раз хорошо прошла. Ну и по Победа. И что, еще и 2 минуты? Было там нарушение? Мне кажется, больше рисовки, чем нарушение. Артистично. Я тут добавить нечего. Так пенальти был или нет все-таки? Ну, ты видишь. А, то есть есть. Ну да, собственно. А что вы говорите? Кармен Долорес Мартин и Катрин Лунде. Точно, точно под планку бьет неистовая Кармен. Тоже легенда, конечно. 33 года. Больше 800 мячей за национальную команду. Под 250 матчей международного уровня. Матчей за сборную страны. Напомню, Лас Геререс. Прозвище на всю страну испанской сборной по гонболу. Что означает все очень просто. Воительницы они будут биться до конца. Очень обидно, конечно, когда команда вроде за игру зацепилась. Но здесь норвежки... Мы знаем, что команда Норвегии, это, конечно, тот коллектив, который может в любой момент вторую космическую скорость включить. Но, собственно... А если понадобится и третью. Если понадобится и третью, да. И действительно, это то, чем сейчас пользуется Норвегия. Не дают они, можно сказать, опомниться испанкам в защите. Быстро свои атаки организуют. Ну и здесь чуть подустали испанки. Это уже видно. И по потерям, и по тому, как организовываются их атаки, но и все же... Почти не организуются. Почти не организуются, да. Восемнадцать-пятнадцать. Норвегия ведет три мяча. И подняты руки арбитров. Соответственно, ограничение уже пошло. Числа передач. Цезарио Ромеро обыгрывает. Точнее, разыгрывает мяч. И теряет Александрина Барбоса. Она должна, конечно, вернуть мяч сопернице. И не делать вот этих вот поз. Понятно, что она дома. Все понятно. Судьи якобы там должны где-то что-то подсвистнуть в домашней команде. Ничего этого в данном случае не просматривается. Как могут, судят, эти молодые, еще совсем не обстрелянные на подобном уровне, Майки Мерц и Таня Кютель. Ух! Ну, здесь уже прям заигралась Нура. Передача в отрыв. И мешает Барбосе. Великолепная. Это что, Нура успела сюда? Да, Нура Мерц успела, но Барбоса действительно там в несколько моментов, в которых она остается, назад не возвращается. Да, и уже на эмоции, конечно, вот в этом отрезке игры размениваться не стоит, потому что переплатить их норвежки могут на два счета. Собственно, мне кажется, это уже и произошло. Не знаю, Артем, согласишься со мной или нет, но здесь сейчас перевес за норвежками. Очевидно. Ну что, пытаются делать замены в испанском составе, и выходит третья линейная испанская команда, очевидно, находящаяся не в лучшей форме Айно Эрнандес. Номер 44. Мы говорили о ней как об одной из главных действующих лиц испанского шикарного похода на чемпионате мира два года назад в Японии, да, в Кумамото. Ну и почему-то не меняют Александрину Барбосу. Нет просто другого левого полусреднего, видимо. Вот Айно Эрнандес. Представилась сама. Да, может быть, это вот до замены просилось чуть раньше, но пока как раз-таки, кстати, даже сложно сочиненной передачей надо справляться. Посмотрите, посмотрите, подползли буквально одна к другой неистовые левши, нуромеркие, Кармен Мартин. А это передача. Тоже Кармен ведь вышивает. Ваш выход. Девятый номер. Где мяч? За спиной у Сильвии Навара. Ну, грустно, да. Действительно, здесь Испания уже на какую-то недосягаемую разницу пока еще не отпустила. Ну ладно, ну четыре, можно еще. Но попробовать-то можно. Да, происходит на площадке, и такое ощущение, что готова отпустить из сборной Норвегии. А может быть, Испания уже из-под вели думает, как бы обыгрывать Данию в матче за третье место? И может быть, это мешает? Нет? Ну, не хотела бы, чтобы это было так. Ну, а другого мнения Катрин Лунде. Она свой изящный корпус подставляет под очередной мячище. Марит Яковсен. Номер одиннадцатый. Сборная Норвегии. Первый полк, ну, конечно, держал напряжение нас. Да, подольше. У него действительно был, ну, уж такой неожиданный сюжет. Ну, кстати, так часто бывает. Вспомните, Надежда Константиновна. Помню. Большие турниры. Один огонь, матч, а в другом... Все понятно. Марен Ордал. Так, чтобы не расслаблялись. Прикрикнула сейчас на всех разом. Тридцатый номер в центре обороны норвежской сборной. За такой стеной вообще, мне кажется, как на курорте. Чувствует себя вот играюще по-прежнему на высочайшем уровне. Перенесшая относительно недавно разрыв крестообразных связок и длительное восстановление. Великолепная Катрин Лунде. Кресты она порвала в самом драматичном моменте во время финала четырех Лиги Чемпионов, куда впервые вошел норвежский новый гегемон Вайперс Кристиан Санд. И она вернулась. И она играет. И не дает забить Александрини Кабрал-Барбоса. Потому что Шанти, по-моему, задумала бросать в ближний угол. Но туда вот такое движение неуловимое сделала Катрин Лунде. Ну и Шанти подумала, что попадет в дальнюю. И не попала. Да. Ну, наверное, по Барбосе больше всех видно, насколько уставшая. Она пока замен на левом полусреднем не получала. Первый тайм отыграла полностью. И во втором тайме 10 минут уже практически сыграны ею. Но равноценной замены на левом полусреднем, во всяком случае, у сборной Испании нет. Барбоса. Почему все через нее? Вот непонятно. Алисия Фернандес-Фрага. Вот вполне себе разыгрывающая. Почему она прячется на правом полусреднем? И пошла меняться. Александрина Барбоса. Так легко понимать игру, когда рядом заслуженный мастер спорта. Спасибо. Будем понимать. И хочется, конечно, чтобы эта замена не оказалась только для того, чтобы отдохнула Барбоса. Хотелось бы, чтобы с этой заменой чуть освежилось, наверное, нападение Испании. Если брать те моменты, которые они создали ни в индивидуальном проходе, а командных, их было не так много. Мне бывает, что когда уходят лидеры с площадки, как раз-таки командные действия включают. И тренер, и его подопечные. 21-16. 48-я минута встречи. Ну, мы же должны поддерживать интригу до последнего. Чуть больше 10 минут играть, и мы должны, наверное, Эге Гей вот с таким пионерским задором говорить, что, наверное, еще не все решено, и в 60 минут может уложиться ничья. И вот, смотрите, каркас сейчас намекнул нам на то, что, а вдруг сейчас получится у Испании? И почему-то не получилось. Мара Нордал как стоп-крам включила, остановилась там, где можно было идти и забивать. Она просто сверх уверена в тех, кто придут ей на замену. И сейчас разыграют еще одну атаку. Дальняя замена. Поэтому, собственно, пауза эта нужна. Дальняя замена для Нуры Мер. Ну, опять-таки, я сейчас, наверное, уже больше вопрос Артему задам, потому что пока игра сборной Испании очень сильно напоминает то, как мы противостояли сборной Норвегии. Были хорошие моменты, на которых можно было играть, может быть, более продолжительные отрезки и, собственно, создать всей этой команде проблемы. Но вот отсутствие организации в атаке в чем-то мешает что нашей сборной, что сборной Испании. Испания, жалер! Мучо ма сегурас и мучо ма сфина. Испания. 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 А как вам ярко-алый маникюр на пальцах у Катрин Лунде? Это такой вот испанский привет команде хозяев. На это как раз-таки сборная Испании может ответить. С маникюром тоже сидели с Яко, Аллой, Артем, Неспелку заметить. Но остальным испанкам пока сложно ответить. Также симметрично, скажем так, на то, что готова показать сегодня сборная Норвегии. И сил остается у них все меньше. Ну и норвежки не перестают играть агрессивно. Вот она защита, в которой даже линейный. Не может даже полнамека показать на то, что занята позиция. Ну и только индивидуально прорываясь Мартин. Отсаживает норвежек на две минуты. Марен Ордау. Представительница датского Оденса. Первый большой турнир у нее за сборную. И игрок уже достаточно немолодой. В самом рассвете, собственно, в 27 лет попала в сборную Марен Ордау. Абсолютно заслуженно. И вписалась как влитая просто вот в эту связку с Карри Брацедалем. В меньшинстве норвежская команда. И здесь будет второе удаление подряд. Два центральных защитника друг за другом. Добрый вечер. Это что, шанс команды Испании все-таки? Или? Или задача со звездочкой для сборной Норвегии на ближайшие две минуты? Катрин Лунде на пути этого мяча. Да, вот эти игривые хвостики, прически, хвосты испанские. Они все пробуют, стараются. А там Катрин Лунде по-прежнему. 40 лет. Двукратная олимпийская чемпионка. Многократная чемпионка Европы. Ну и врать не буду, но точно не один раз чемпионка мира. Да, но после этого быстрого отбора сборной Испании у них еще есть несколько атак, которые они проведут в большинстве. Так что это, наверное, все-таки не последняя их возможность подтянуться немножко в счетик сборной Норвегии. Хорошо там был выставлен заслон. Но продолжать эту атаку забивает испанки ночь. Я забыл, сколько удалений там норвежки по-прежнему два. То есть смогли все-таки чуть-чуть добраться до шести метров. Да, это забивает Кармен Кампус Коста. Ну а норвежки сейчас будут тянуть время. Понятно, что пять пылевых игроков. Персонально против Стины Офтедал одна из испанок выдвинулась. Вероника Кристиансен. Просто один на один и мяч в ворот. И еще и Торир Хергейрсон говорит, девочки, не останавливаемся, улыбаемся и маршем. Да, из тех попыток, в которых у испанок были реальные шансы забить мяч, они реализовали пока только одну. Ну, в общем, мне кажется, на этом попытки можно свои оставить. Две минуты удаления прошли. Испания забила мяч. Кенни Рейстад. Стины Брэдл Офтедал. Марен Ордал немедленно возвращается после удаления. Ну и на позиции Нуры Мёрк временно Вероника Кристиансен. Даже страшно представить, если бы... А вот, кстати говоря, Нура ушла на край вообще. Страшно представить, если вырастет у сборной Норвегии в ближайшие год-два еще одна левша. На правом полусреднем. Это тогда вообще будет какой-то запредельный космос. Марен Ордал ту самую задачу со звездочкой сейчас пыталась решить, бросая в падение. Но не попала в ворота. 23-17. Еще 7 с половиной минут играть. Сразу несколько замен делает Прадес. Уходит с правого края Кармен Мартин. Она действительно тоже большое количество времени сыграв. Уступает место Майтон Эйчверия. Она на правом краю. И не успела я увидеть еще вторую замену. Пока пытается держаться за этот матч. За счет свежести своих игроков в игру вернуться. Но здесь, конечно, какой-то феноменальный матч. Выдает Катрин Лунда. И даже та попытка, которая была хорошо организована. Классная была скидка в центре. Катрин Лунда. Я не знаю, Артем, ты какой-нибудь яркий писать дашь? Потому что красотка она сегодня. Нет, она просто руку подняла, и мяч прибит. Тут никаких эпитетов не нужно. Просто встала на том месте, где надо было встать. Нездорово. Да, выбрала позицию. Рейстап. Ошибка. Нурнерка аж удивилась. Как же так? И мяч в ногу попадает Сильвия Навара, когда она оказывается уже в качестве полевого игрока. Это доборолось, между прочим, 20-й номер Марит Якобсен. В старте была Малин Ауны на этой позиции. Вот теперь Марит Якобсен играет. Я не очень понял вот этот маневр с Кристиансом на левом полусреднем и с уходом на край Нурнерка. Почему тогда Марит Якобсен не выпустить сразу? Ну, это уже ладно. Рейстап. Хороша. Хороша по-прежнему Наварро. Но есть добавка. Но то, что по подборам тоже не справляется Испания, это, конечно, потеря концентрации, но она, как следствие, усталости. Здесь, конечно, за подбор, когда вратарь так отбивает мячи, бороться нужно. Да. Полночь близится, а Германа все нет. Не знаю, у кого все нет, но борьбы так и не получилось во втором тайме. Айноа Эрнандес разыграла 9 метров. Алисия Фернандес-Фрага набегает. Паула Аркос-Победа тоже пробует. А тут нет никаких лазей. Ну, невозможно. Только с нулевого угла. Ну и пойди там, попробуй забей Катрин Лунда. Досрочная победа сборной Норвегии за пять минут до конца. Я не понял, зачем сейчас Хергейрсону тайм-аут, но на всякий случай, видимо, чтобы не пропадал. Досрочная победа 1-10, конанчуна, айда и ввельта, он додоламент и реток, параллельно в центре, vale? Да, какие эмоции дарит нам в пятницу вечером чемпионат мира по гамболу в Испании. Лучшие девушки ручного мяча. Пять минут играть ровно. Ну и мы возвращаемся к нашему неспешному диспуту первой минуты второго тайма. Надежда Константиновна, какой был прогноз? Помню прогноз, Артем, твой сбился, но... Подождите. 29-21. А, ты счет говорил, я про счет не помню, я помню протечение, да, игры, она действительно сложилась так, как прогнозировалось. Ну, а до сих пор еще приходит сообщение по поводу первого полуфинала, там, конечно, симпатия разделились, понятно, что всегда команда фаворит. А что за сообщение? Хочется понять. А сообщение пишет о том, что очень все переживали за сборную Дании, и согласны, да, что, конечно, в концовке мог иначе распорядиться судьбой своей команды, собственно, за датчанок очень все переживают. Почему? Потому что это родоначальницы гамбола? Ну, потому что они показали очень хорошую игру против олимпийских чемпионов. Ну, так можно и без тренера тогда олимпийских чемпионов обыграть, если вы показываете такую хорошую игру. Наверное, не без тренера они такую игру поставили. Не без тренера, но просто именно в концовке Оливье Хрунбольц, конечно, переиграл. Как мальчика. Как мальчика. Собственно, об этом многие сообщения и пишут, а поэтому первый финалист этого чемпионата мира сборная Франции, и которая встретится, ну, наверное, уже можно об этом говорить, с Норвегией. И все это мы с вами увидим 19-го числа. Финалы состоятся. Поэтому все самое интересное еще впереди. Ну, а пока полуфинал для хозяек этого чемпионата интересным не получился, к сожалению. У меня только одна мотивация. 29-21 будет или нет? Наверное, все-таки уже нет. Но еще возможно. Нет, но мы смотрим по-прежнему, наслаждаемся гандболом, конечно, прежде всего тем зубодробительным, бескомпромиссным и не терпящим возражений гандболом, который сборная Норвегии показывает. И не убирает, посмотрите, своих основных исполнительниц Торир Хергейерсон. Даже когда три минуты до конца остается, и с результатом все понятно. Это они уже просто готовятся к финалу. Ну и давайте напомним тогда уже понятную программу заключительного дня соревнований. В воскресенье все начнется, как всегда, как мы любим, на больших турнирах. Матчем утешительным, матчем за третье место. В нем сыграют команды Дании и Испании. На мой взгляд, испанки чистейшие фавориты. Несмотря на то, что датчанки сегодня выглядели очень здорово, но я думаю, что они не поднимутся послезавтра. Ну а Франция и Норвегия, что может быть более классическим? Ну, хорошо, да. Может быть. Может быть. Есть более классические сюжеты. Например. И мы скоро увидим. Например. Ну, как есть участие в сборной России. Понятно. Ну, Россия и Франция, Россия и Норвегия и Франция и Норвегия. Вот вам и треугольник. Бином Ньютона в гонболе. Хорошая какая была воздушка короткая у Норвегии. У... Нет. У испанской сборной, да. У испанской сборной. А мяч в итоге прилип к вратарским штанам. Великолепный Катрин Лунде. Катрин Лунде сегодня действительно беспощадно хочет Испании оставить о себе все-таки хорошее впечатление. Да, хотя бы красиво завершить этот сложный для них матч. Сложный, ну, конечно, в плане психологии у себя дома проигрывать. Это всегда тяжело. Понятно, что и соперник, конечно, сложен. Но Катрин Лунде не дает ни малейшего шанса проявить себя сборной Испании. Она сегодня провела великолепный матч. Ну, и, наверное, и во втором полуфинале лучшим игроком будет признан вратарь. Ну, собственно, так часто и бывает к решающим матчам. В современном гандболе, конечно, значение игры вратаря переоценить сложно. Переигрывают испанки в этом моменте Катрин Лунде. Ну, может быть, так. Норвежки позволяют переиграть себя и потом расстрелять Катрин Лунде. Это Пауло Аркас Победа. Забивает 20-й мяч сборной Испании. Тренер-дебютант неплохо сейчас выкладывается в кадре. Последняя минута полуфинала. Еще раз. Воскресная программа будет красиво. Дания с Испанией оспорят бронзовые медали. Ну, а затем финал. Франция-Норвегия. Фавориты... Ну, давайте по-честному. Фавориты изначальные до финала добрались. 20 секунд буквально. Христиансен. Арнсен. Обыгрывает. А там Наварро. Был бы счет 28-20, но останется 27-20. Нет. 21. Ну, да. Еще припишите единичку, пожалуйста, и все пойдут домой. Сборная Норвегии. Даже считать страшно, в который раз в 21 веке сыграет в финале чемпионата мира. Ну, и красиво же. Красиво будем уходить мы с Надеждой Муравьевой. Ну, сегодня. Аккуратно, спокойно. А в воскресенье красиво будем уходить после финала Франция-Норвегия. Все для вас на каналах системы матч. На матч-игре в первую очередь обязательно смотрите, обязательно подключайте этот великолепный игровой канал. своим друзьям, знакомым, родственникам. Все, как мы любим. Надежда Муравьева.